Один из комментариев написал парень, который сказал, что вот я выбираю жизнь соло, и я уже встречал много таких тоже ребят, которые или снимают видео, или тоже комментируют о том, что вот лучше я буду один, чем пытаться знакомиться даже. Даже не то, что знакомиться и выстраивать отношения, даже пытаться знакомиться с кем-то из современных девушек. Лучше уж быть одному, чем влезать вот в это вот. Слушайте, ребят, нифига не лучше. Есть такая проблема в современном мире, но это не означает, что надо уходить от своей природы. У нас такова природа, что для мужчины необходима женщина. Это инь-янь. Вместе это дает гармонию. Это можно, конечно, называть как угодно, эзотерика или психология, но по природе у нас должна быть женщина. Просто социум устроен так, что внушается, дескать, тебе не обязательно, чтобы у тебя был партнер, тебе не обязательно быть с кем-то. Ты можешь быть независимым, ты можешь быть каким угодно. Ты можешь выбирать, кем быть, как быть, с кем быть, сколько быть, но это заблуждение. Попробуй хотя бы сутки не спать или не есть, или не пить воды, или не ходить в туалет. Ты сможешь контролировать свой организм в таком случае? Да нифига ты не сможешь. И таким образом также у нас устроено взаимодействие с противоположным полом. Просто ты не замечаешь этих последствий, когда ты не взаимодействуешь с женщиной, не замечаешь этих изменений в себе и в твоей психике в моменте, потому что это не так сразу видно, не так сразу заметно. Но по природе, как и в психологии, так и с точки зрения физиологии, нам необходимо, чтобы у нас был партнер. Для мужчины необходима женщина, для женщины необходим мужчина. С точки зрения даже энергетики, я уже писал ответ на тот комментарий. Опять-таки не подумайте, что я с претензией или с сарказмом. Это очень важно, это реально важно, потому что, как я уже сказал в моменте, если ты там выбираешь путь быть одним без женщины, это может быть, да, здесь сейчас ты не замечаешь последствий. И может быть, это действительно хорошо, ты вот таким образом адаптируешься. Но это уход от реальности, это уход от проблемы, потому что, как я уже сказал, физиологически и психологически, и самое главное, энергетически нам необходима женщина, потому что таким образом происходит гармонизация нашего мужского начала с женским началом. И через эту гармонизацию мы можем копить энергетику. И, ну, сейчас боюсь сказать слишком сложные вещи, но, в общем, для нашего дальнейшего роста, как и для психологического, так и физиологического, так и особенно духовного роста, нам действительно необходимо пройти, ну, скажем так, взаимодействие с женщиной. Если только ты не какой-то прям монах, который занимается очень усиленно духовными практиками, очень усиленно это делает, именно уйдя там от социума куда-то там в горы или прям в какое-то заточение, но таких людей нету, я сомневаюсь, что здесь есть монахи, мы все живем в социуме, поэтому нам и нужно все-таки взаимодействие с женщиной, мы не можем уйти от этого. Поэтому в целом, я повторю, подчеркну, что физиологически необходимо, чтобы у нас был партнер, необходимо, чтобы у женщины был мужчина, у мужчины была женщина. Женщины тоже, они страдают. Посмотрите на женщин, которые меняют из себя независимых, свободолюбивых, посмотрите, если они живут без мужчины, посмотрите на них. Я таких, ну, встречал, видел, таких, к сожалению, сейчас тоже очень много. У них нет вот этой вот женственности, женской притягательности, привлекательности, нет этой женской энергетики. Это чувствуется на каком-то тонком уровне. И если посмотреть на девушку, которая, ну, или на женщину, да, там, постарше, помладше, неважно, которая замужем или у которой близкие отношения, она может быть даже не красавица, она может быть совершенно там не выделяться внешне, но ты чувствуешь, что в ней вот какая-то такая есть женственность, в ней какая-то есть такая вот теплота, какая-то женственность, такое приятное, какое-то теплое чувство, как-то ты даже не можешь это себе объяснить, но тебе приятно с ней. Вот это как раз-таки и есть та самая энергетика, которая есть в человеке от гармонизации взаимодействия, инь-янь мужского и женского. Поэтому не надо себе врать. Да, конечно, тяжело, конечно, сложно. Нужно как-то адаптироваться, приспосабливаться, но не уходить от этого. Давайте не будем себя обманывать. В конце-то концов. Я постараюсь еще поснимать на эту тему видео, поэтому пишите свои комментарии, вопросы. И будьте сильными, ищите лучше выход из этой ситуации. Старайтесь что-то с этим сделать. Не надо от этого уходить, не надо выглядеть вот такими вот, ну, как бы, отрешенными, такими, как будто вы бросаете вызов этим самым отрешением, что «А я буду соло». Такое вот слово, да, еще «соло». «А я буду независимый теперь, все, тоже независимый». Да нифига подобного ты не будешь счастлив от этого. Ты только сам себе делаешь хуже от этого. Просто ты это не замечаешь здесь сейчас, а только себе ты от этого сделаешь хуже. Кому нафиг ты интересен? Ты никому не интересен, никому до тебя нету дела. Ты думаешь, что то, что ты вот такой-то одиночный пикет устраиваешь, и кому-то до этого есть дело, да всем срать вообще на тебе. Ты сам только себе нужен. Поэтому сделай что-то с этим, поставь вопрос другим способом. Не как мне от этого уйти, а как решить это, как на самом деле это сделать, решить достичь этого все-таки. Все, всем пока. Продолжение следует...